Тема наша – «Сила крови Иисуса Христа». Очень редко звучит эта тема, тема о силе крови Иисуса в наших церквах, к большому сожалению. И неудивительно, что, не зная многих истин, сокрытых в Священном Писании, христиане сегодня часто проигрывают в борьбе, и часто они унылые, слабые, и не знают, что делать и как жить во всех этих ситуациях. Есть замечательный старый гимн, в котором такие слова. «Ты познал ли силу, о крови скажи, и омыт ли ты кровью Христа? Благодать Его познал ли ты в душе, и омыт ли ты кровью Христа? Чист ли ты кровь Его, может, пятна греха смыть с тебя?» Он звучит, этот псалом, я думаю, уже сотни лет. И, к сожалению, далеко не многие христиане, далеко не все христиане, они задумываются над этими словами. Итак, мы читаем из первого послания апостола Петра, первая глава, первых два стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Хочу обратить наше внимание на слова, которые здесь записаны. Апостол Павел пишет пришельцам, рассеянным в разных странах, избранным по предведению Бога Отца. И дальше мы читаем «К освящению от Духа, избранным к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». К послушанию и окроплению. Если я задам вопрос сегодня церкви, всегда ли мы, как церковь, должны повиноваться Иисусу Христу? Ответ будет один. Да, Христу мы должны повиноваться всегда. Богу мы должны повиноваться всегда. Здесь стоит короткий союз «и» – к послушанию и окроплению. Какую мысль я хочу сегодня донести до каждого из нас? Мы нуждаемся в послушании Господу каждый день? И мы нуждаемся в окроплению Его кровью каждый день? Дэвид Вилкерсон в одной из своих проповедей на тему о крови как бы производит разделение омытие кровью или очищение кровью и окропление кровью. Когда происходит омытие кровью Иисуса Христа? Это происходит в момент покаяния человека. Когда Дух Святой вдруг открывает нам наше истинное положение. Возможно, живя годами и даже будучи христианами или родившись в христианской семье, как я, например, мы можем считать себя довольно хорошими людьми. Пока однажды Дух Святой не откроет наше истинное положение, каким видит нас Бог. Так было в моей жизни. Я всю жизнь в церкви. С детства, с родителями в церкви, в служении. Но вот однажды Господь заговорил ко мне. И в тот момент Дух Святой открыл мою картину. Кто я есть на самом деле в глазах Божьих? Возможно, в глазах людей я был достаточно хорошим человеком. Но в тот момент Господь обнажил мою внутренность, и я увидел, какой я страшный грешник. Я только одного хотел, чтобы быстрее закончилась эта короткая радиопрограмма, чтобы я мог пойти и молиться Господу. И когда я выключил радиоприемник, мое покаяние было слушая проповедь по радиоприемнику, еще в Советском Союзе, я упал на колени и просил, чтобы Бог простил мои грехи, спас мою душу и записал мое имя в книгу жизни. «Когда я встал с колен, в моем сердце был удивительный мир. Но скажу, я не понимал тогда, что произошло. Спустя годы Господь дал понимание». В тот момент произошло омытие кровью Христа всех моих грехов, потому что все мы приходим в мир грешники. У Бога нет внуков, у Него есть только дети. И дети верующих родителей, они так же, как и все грешники этого мира, нуждаются во встрече со Христом и в омытии в Его драгоценной крови. Но если бы мы не читали в Слове Божьем, как Иаков написал, братья, все мы много согрешаем. Это не оправдание для того, чтобы нам согрешать и сказать, ну все же согрешают. Но это понимание того, что нельзя, живя на этой земле, не согрешить. По-любому человек где-то согрешит, взглядом, мыслью, делом каким-то. И Слово Божие говорит, «Се, я пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешит, мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть у милостивления за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. И когда христианин согрешил, он приходит к Иисусу. «Господь, каюсь, сознаю, прости меня, окропи меня Своей кровью». И в этот момент происходит окропление кровью Христа. И мы получаем прощение. Но важно отметить, что в этом процессе задействован Дух Святой. Кто нас обличает о грехе? Христос сказал, что Дух Святой или Утешитель, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И Дух Святой обличает нас о грехе. Он открывает нам, что мы здесь поступили неправедно. И мы приходим к Иисусу, чтобы Он простил нас. Здесь же в этой главе пастор Богдан очень обстоятельно объяснил этот момент искупления. Мы искуплены не тленным серебром или золотом, об этом написано в 18 стихе 1 главы 1 послания Петра, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Я не буду на этом останавливаться. Очень подробно пастор объяснил этот вопрос. Слава Господу! Я хочу вместе с вами пройти немножко дальше в Священном Писании и в послании 1 Иоанна, опять-таки в 1 главе, Иоанн продолжает эту тему, тему о действии крови Иисуса Христа в жизни христианина. С 5 стиха 1 главы мы читаем. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Хочу обратить наше внимание на эти слова, записанные в 7 стихе. Когда мы ходим во свете, или если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Неся служение пастора много лет, мне приходилось встречаться с людьми и не раз, которых редко видишь в церкви, или которых месяцами не видишь в церкви. Если встретишь такого человека в городе, спросишь, как дела, все хорошо, слава Богу, а почему я вас давно не вижу в церкви? А я с Богом, я с Богом! Я понимаю, что этот человек больше хочет убедить себя, нежели меня, что он с Богом. Я понимаю, что он где-то ослабел, охладел, а может быть, кто-то и разочаровался. Но чаще это происходит в тот момент, когда человек где-то согрешил, потом оступился. В этот момент враг ему показал какой-то неприглядный момент в церкви, или что-то огорчило его. И он огорчен и думает, «Да, чего я туда пойду?» И таким образом враг удерживает его от общения с народом Божиим. Если ходим во свете, подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом. Когда мы держимся путей Христа и ходим во свете, нас тянет в церковь, нас тянет в общение с народом Божиим. Мы желаем жить одним телом. Мы желаем иметь общение с Иисусом. И в этом общении действует благодать Божия, благодать Святого Духа. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я однажды задал вопрос после служения. У нас было причастие. Я сказал, братья и сестры, скажите, ваше состояние сейчас после служения такое же, как и было до служения? Все в один голос сказали, «Нет, сейчас намного лучше, намного радостнее и приятнее». Мы были в общении друг с другом. Мы принимали плоть и кровь Иисуса Христа. Мы соединялись с Господом. Мы соединялись в молитвах и прославлении Бога. Это то единство тела Христового, Церкви Христовой. Я хочу обратить наше внимание, как в нашем теле циркулирует кровь, и она дает жесть каждой клеточке нашего тела, так и в теле Церкви, Церкви Христовой, действует Дух Святой, принося питание, благословение для каждого члена тела. И так же, как в нашем теле кровь уносит продукты жизнедеятельности из клеточки, которая переработала то питание, чтобы эта клеточка не отравила сама себя, кровь очищает ее, унося эти продукты жизнедеятельности, точно так же Дух Святой в теле Церкви. Он обречает нас во грехе, Он дает нам покаяние, Он ведет нас к Иисусу, Который прощает нас и омывает нас своей драгоценной кровью. Потому как в нашем теле действует кровь, так в теле Христовом Церкви действует Дух Святой. Это очень похожая функция. И апостол Иоанн пишет, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Дорогие, будем дорожить этим благословением, иметь общение друг с другом, чтобы Дух Святой действовал в теле Церкви Христовом, в наших сердцах, соединяя нас и наполняя нас своей благодатью, прощением и радостью. Слава Иисусу Христу! Еще один момент, о котором я хочу косвенно коснуться, он записан в послании к евреям. Вообще, послание к евреям – это целый кладезь или целый клад откровений о крови Иисуса. Заметьте, оно написано к евреям, которые много знали о жертвах, много знали о том, как священники использовали кровь животных, и потому автор этого послания, сам Господь, говорит в этом послании для своей Церкви. Итак, 9 глава, послание к евреям, с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большей и совершеннейшей скинью, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Слово Господне обращается к Ветхому Завету и, напоминая евреям, говорит, вспомните, как во времена Ветхого Завета, да и, возможно, в то время, когда писалось это послание, в храме приносили жертвы и продолжалось это служение. И Господь напоминает, первосвященник входил во святое святых с кровью закланного животного, «кровью козлов и тельцов и через пепел рыжей телицы получали прощение и освящение те, которые согрешили и осквернены». То написано, «то тем более кровь Христа». Если эти, можно сказать, человеческие приношения, они по Слову Божьему очищали оскверненных, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Хочу привести один пример. Он будет показателен в этом моменте. Очень часто христиане не могут служить Господу радостно, потому что что-то их угнетает. Их совесть испытывает угрызения, и они находятся под давлением каких-то непрощенных грехов, каких-то моментов, неисповеданных в своей жизни. Люди приходили, массово каялись в 90-е годы. И вот на беседу пришла одна девушка. Я задал ей вопрос. «Веришь ли ты, что Господь простил все твои грехи?» Она сказала, «Верю». Я говорю, «Хорошо». Мы побеседовали, помолились. Через какое-то время она пришла опять. «Пастырь, я хочу исповедаться». И она рассказала то, что угнетало ее. Она как бы попыталась сделать шаг веры, принять веру и упрощение. Но это продолжало ее преследовать. Это навязчиво было в ее разуме. И она пришла, открыла, мы помолились, и она получила освобождение. Был еще один момент, когда одна сестра пришла с подобной проблемой. «Пастырь, я не знаю, я мучаюсь столько лет. Я исповедовалась много раз. Я спорила с Богом. Почему Господь я должна идти к человеку и рассказать? Почему я должна открыть это перед человеком? Но мир в ее сердце не приходил. Ее совесть продолжала осуждать. И когда она пришла и открыла то, что ее мучило, мы могли помолиться и провозгласить победу крови Иисуса Христа над тем, что ее мучило. Ее совесть получила очищение, чтобы она могла радостно жить и служить Господу, то тем более кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Об этом написано во второй главе послания к Ефесянам. Последнее, во второй главе послания к Ефесянам двенадцатый и тринадцатые стихи. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе. Вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Друзья, если мы подумаем хотя бы несколько минут, где мы были, где мы жили, чем мы занимались, но почему сегодня мы сидим все вместе? Почему сегодня вместе мы радуемся о Господе и прославляем Бога? Почему нам приятно видеть лицо ближнего, брата, сестры? Почему? Потому что однажды у нас была встреча с Иисусом, который простил грехи наши, который очистил нас от всякой неправды, который соединил нас в одно тело. Мы стали близки кровью Христовой. Иногда брат в церкви ближе, чем родной брат по крови, который в этом мире живет. Сестра в церкви ближе, чем сестра родная по крови, которая в этом мире. С ними не о чем говорить порою. Но здесь мы можем много говорить о нашем Спасителе и Господе. Благодаря пролитой крови Христа, там на кресте Голговском, мы стали близки кровью Христову. Мы стали родными. Нас зовут теперь христиане. Слава нашему Господу! Да будет имя Господа нашего благословенно! Есть еще один текст, который мне очень нравится, и он опять, мы его найдем в послании к евреям. У меня мало времени, и я вынужден быстро проходить. Я верю, что брат Богдан коснется этих вопросов глубоко, серьезно, и мы хорошо это запомним. Итак, евреям 10 глава, 19 стих и ниже. «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, полною верою, краплением очистившей сердца, от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Слава нашему Господу! Как нам приятно читать их слова «Ибо верен обещавший». Итак, Господь обращается к нам, братья, мы имеем дерзновение входить во святилище. Мы поем салом, входим в Божие врата со славословием и с хвалою во дворы его идем. Замечательный псалом! Но я не думаю, что мы хотели бы оставаться в воротах или во дворах, даже дома молитвы. Нам желательно пройти в зал собраний, а Господь предлагает нам пройти еще дальше, за завесу, во святое святых. А как мы можем туда войти? Как мог войти священник во святилище Божьем? Он входил туда с сосудом полным крови. И он, подходя к завесе, трепетал перед тем, кто за завесой. И когда он входил, он кропил на крышку ковчега. Там в ковчеге лежали, скрыжали законом. И Господь говорил со священником и через него, с народом израильским, через ту кровь, которая капала на крышку ковчега, прощая и очищая грехи народа. А Господь открыл нам этот путь через свою кровь посредством драгоценной крови Иисуса. И когда Господь открыл нам эту истину, что-то в нашем служении в церкви изменилось. Самая первая наша молитва. Я не говорю, делайте так, но когда нам Бог открыл, мы это начали использовать. Мы склоняемся перед Господом в молитве и благодарим Господа за Его драгоценную кровь. просим, чтобы Он очистил нас и мы могли войти в освятилище, в Его присутствие, чтобы с Ним иметь общение, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Как Господу приятно, когда Его церковь понимает это и благодарит за то, что Он даровал нам благодаря Его пролитой крови. это дерзновение входить в освятилище Божье. В книге Откровения в 12 главе мы можем прочитать о той победе, которая дарована нам кровью Иисуса Христа. С 10 стиха 12 глава Откровения написано, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвергнут клеветник братьев наших, клеветавших над ним пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Они победили его кровью Агнца. Кого? Клеветника, дьявола и сатану. Победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Бог не призвал нас, чтобы мы в его церкви ходили и терпели поражение, чтобы мы были унылыми и мрачными. Бог даровал нам победу и это победа в крови Иисуса Христа, в крови Агнца. Есть замечательный псалом, и мы его часто любим петь. Грех победить, ожелаешь ли ты? Есть сила в крови крови Христа. Слава нашему Господу за ту победу, которую мы имеем в крови Иисуса Христа. Я некоторые моменты упустил, которые Господь открывал, и как бы базируясь на этих местах Священного Писания, еще некоторых, я размышлял, Господи, что ты еще хочешь открыть? то, что Слово Твое говорит о Твоей крови, Иисус. Прошло немного времени, и читая книгу Откровения, 19-ю главу, я прочитал следующий текст, «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Глаза у него как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинство небесное следовало за ним на конях белых, облеченных весон, белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих». Когда я дочитал до 13-го стиха, он был облечен в одежду, обогренную кровью. Внутри меня прозвучал вопрос, а что, на небе нет лучшей одежды? Представьте белую одежду, и на эту одежду берут чашу крови и выливают, так кровь потекла. Не очень приятное зрелище, не очень красивая одежда. Рядом было воинство небесное в весоне белым и чистым. А что, на небе нету лучше одежды? Я задумался. И тогда прозвучал голос. Кровь Иисуса Христа имеет ценность и в вечности, а для тебя она имеет ценность. Знаете, я пришел в страх и трепет. И дальше молился, Господь, что ты еще хочешь открыть? А для тебя кровь Иисуса Христа имеет ценность. И Господь продолжил. Мы опять вернемся к посланию римлян и к евреям 10 главе. С 28 стиха. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то, сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Если мы немножко подумаем, что ожидает человека, который попирает Сына Божия. Озеро горящее огнем и серою. Духа благодати оскорбляет, что ожидает оскорбляющих Дух Святой, но между ними стоит не почитает за святыню кровь завета. В одном из украинских переводов написано так, вважая за звычайную, то есть обычную, кровь животного, курицы, кровь человека. Но нельзя поставить знак равенства кровь Христа такая же, как и эта. Не почитает за святыню кровь завета, который освящен. Нет, здесь не призывается поклоняться крови или еще как-то, но здесь говорится о том, что кровь Иисуса Христа, она очень важна в жизни нашей. Если мы вернемся в Египет, сегодня ночью проходит ангел-губитель, чтобы убить всякого первенца во всей земле египетской. И если бы евреи, одетые, с посохами в руках, вкушавшие агнца, сказали, мы потомки Авраама, ангел-губитель к нам не зайдет, нам ничего не угрожает, потому мы спокойно будем принимать эту трапезу. Ангел-губитель вошел бы к ним. Но спасением для них была не преднадлежность к еврейскому народу, а кровь агнца, которой были помазаны косяки, перекладины дверей. Кровь агнца была защитой от ангела-губителя для каждой еврейской семьи. Это кровь агнца. Там в Египте указывала на агнца, распятого на кресте Голговском, который пролил свою кровь за грехи и беззакония наши. И когда мы понимаем, и когда мы молимся, чтобы Дух Святой продолжал говорить и открывать, и исследуем Писание, Господь открывает потрясающие истины. И это приходит не как знание, не как информация. Это приходит как откровение в нашу жизнь, на что мы можем опереться, чем мы можем противостать всем атакам врага, и чем мы можем победить врага, веря в то, что драгоценной кровью агнца мы побеждаем всякие атаки врага. Мы находимся под защитой крови агнца. В его крови победа для нас. И знаете, как это неудивительно? когда-то давно-давно мы еще были почти детьми и нам говорили, вот водное крещение, человек заключает завет с Богом, крещение Духа Святого, это как печать на спасение. я так принял, я так учил, и однажды как молния. Я думаю, сколько раз я держал чашу в руках и говорил с я чаша есть Новый Завет в крови Господа Иисуса Христа. Но для меня это было закрыто. Водное крещение, заключение завета с Богом. А когда это как бы пелена спала, я говорю, Господи, Водное крещение обещание Богу доброй совести. А Завет наш с Тобою в Твоей крови, Иисус. Завет наш с Тобою, Господь, в Твоей крови. Я стал перед церковью, сказал, братья и сестры, простите меня. Наш Завет с Господом в Его драгоценной крови, которая пролилась на кресте Голговском. Мы в Завете с Господом благодаря Его пролитой крови. Слава нашему Господу. Поэтому, дорогие, да поможет нам Господь. Я приоткрыл только маленькую толику того, что в Слове Божьем говорится о крови агнца. Я хочу этим подтолкнуть вас к изучению, исследованию Писания, молитве. Господь, открывай нам те истинные тайны, которые сокрыты в Слове Твоем о крови Христа, которые принесут нам победу, освобождение, избавление, исцеление, наполнят жизнь нашу совершенно другим смыслом. И мы будем жить и радоваться о Господе, в Котором мы искуплены драгоценной кровью, в Котором наше спасение, слава нашему Господу. Да будет имя Господа благословенно. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok